всем привет я игорь морозов и вы смотрите канал новинки айти у меня сейчас на руках 50 дюймовый китайский 4k телевизор с ценником всего в 30000 рублей возможно ли в наше время такое космическое сочетание характеристик и цены или все-таки есть свои какие-то подводные камни об этом я постараюсь рассказать вам сегодняшнем обзоре максимально подробно и надеюсь кому-то это видео поможет определиться с выбором я думаю ни для кого не секрет что в нашей стране за последнее время покупательская способность очень сильно снизилась это общедоступный факт если даже раньше там дорогую технику себе могли позволить немногие то сейчас вообще единицы и тем популярнее становится как раз вот такая народная техника сделаю небольшое отступление давайте только сразу определимся многие почему-то до сих пор думают что жк панели нужны только для просмотра эфирного телевидения я телевизор не смотрю уже лет десять и мне панель нужно только для просмотра фильмов в основном ну и там сериалов youtube и иногда в ps4 поиграть и так все вы знаете что есть так называемые а бренды это всем известные самсунги лыжи соньки и так далее но они как правило стоят недешево даже их бюджетная модель а есть вот такие не менее популярные китайские телевизоры и это супра хайсенс sky wars сяоми и другие но как только ты замечаешь что практически все эти модели очень похожи внешне вот например sky wars а вот сяоми ну и начинка у них почти одна и та же то ты понимаешь что здесь вопрос уже только в качестве матрицы которую они подобрали но и в цене потому что по сути все эти телевизоры собираются почти в одинаковых корпусах с одинаковой начинкой наверняка где-то неподалеку друг от друга производитель sky wars входит в число лидеров по объему продаж телевизоров во всем мире оказывается я вот сам только недавно узнал но к нам на российский рынок они пришли как раз недавно буквально пару месяцев назад вы продаваться они будут эксклюзивно на площадке тимол точка ру для тех кто не в курсе это такая площадка на алиэкспрессе где цены практически такие же низкие но во первых у них есть склады в москве это значит что вам больше не нужно ждать доставки из китая по два месяца по россии они все быстро развозят но во вторых у них весь товар сертифицированный ну и гарантия наша что самое главное и так sky wars 50 g2a это android телевизор то есть вы реально входите в свой google аккаунт и можете скачивать сюда приложения игры и вот это вот все правда только те что адаптированы именно под android tv но вы можете поэкспериментировать скачать apk жку на форуме на флешку и через флешку через и с проводник все это установить у меня получилось кстати установить geekbench но он так и не запустился потому что адекватно не работал ну и как итог вместе с массивной операционкой приходит и большой функционал куча доступных программ голосовое управление и так далее есть также и встроенный google ассистент и он по запросу будет открывать вам например приложение меню настроек ну или показывать погоду на завтра открыть youtube новинки айти но на другой стороне медали долгое включение телевизора запускается он как и android смартфон полное включение занимает примерно 40 секунд ну а из режима ожидания он выходит уже всего за 5 секунд также благодаря android вы можете подключать свой смартфон к телевизору и использовать его как пульт и навигация и голосовое управление будет идти уже с него кстати при первом включении полную настройку телевизора можно выполнить тоже как раз через смартфон есть также встроенный chromecast благодаря нему вы можете выводить картинку с телефона или планшета прямо на телевизор скачиваете приложение google home соединяйтесь со sky wars и вуаля правда сказать что работает прям идеально я конечно не могу начинка у телевизора неплохая для своей цены внутри стоит 4 ядерный процессор и если верить программе аида 64 это mediatek 5891 видео ядро здесь это двухъядерный mali t860 ну и заявлено два с половиной гигабайта оперативной памяти хотя аида видит только полтора встроенной здесь 16 гигабайт но после установленной системы свободные для установки приложений здесь остается только 11 по беспроводным интерфейсом тут bluetooth 4.0 и вай фай с поддержкой стандарта эйси 5 гигагерц в общем в плане быстродействия интерфейс в все менюшки и приложения в целом открываются и работают гораздо шустрее чем на моем 55 дюймовом самсе который я брал 2016 а теперь давайте сравним эти характеристики с конкурентом в лице популярного xiaomi mi tv 4a тут тоже 4 ядерный процессор оперативной памяти меньше 2 гигабайта это я все к тому что на рынке телевизоров xiaomi не такие прямо убийцы флагманов как на рынке смартфонов здесь они просто одни из вообще что на тимуале что на форумах характеристики верны только процентов на 50 и чтобы раздобыть максимально точное сведение мне пришлось самому все измерить установить дополнительные программы чтобы узнать какая там начинка ну и разобрать заднюю панель кстати когда ее снимаешь то телевизор уже не кажется таким толстым и по сути если бы в sky wars заморочились с компоновкой динамики бы встроили в заднюю панель они ставили вот такие толстые отдельно то телевизор легко стал бы вдвое тоньше ну и разборка показала что в новой модели 50 g2 и стоит матрица от инна люкс характеристик на него в интернете мало но самое главное это 4к 60 герцовая матрица мви и естественно со всеми вытекающими последствиями это большая контрастность чем у айпи с тут заявлено 5000 к одному но зато хуже углы обзора и хуже время отклика кстати на некоторых предыдущих моделях sky wars ставили матрицы не стандартные rgb а более дешевые w rgb что это такое можете почитать более подробно по ссылке в описании ну а здесь они похоже поставили все-таки полноценную rgb матрицу так что качество картинки должна быть лучше ну и что касается качество матрицы то могу сказать что завода настроена она вообще никак цвета ядовитые гамма холодная и контрастность такая что в темных участках вообще ничего не видно хотя на мвей должно быть вроде бы как раз наоборот у меня ушло около недели чтобы путем проб и ошибок привести ее в максимально достоверное состояние ну по моим ощущениям естественно ну и возможно кому-то пригодится вот примерно на таких настройках и остановился это периодически в зависимости от сценария их немножко все равно иногда корректирую в общем поначалу я был расстроен качеством изображения я специально для сравнения забрал у родителей на время старый 40-дюймовый samsung который им недавно подарил ну и картинка мне там нравилось больше за счет большего как раз динамического диапазона то есть детали в тенях контрастности вот это вот все но с последними настройками когда я отключил адаптивную яркость и подкрутил ползунки то картинка на sky wars стала как минимум не хуже а во многом даже лучше например белый цвет на sky wars выглядит гораздо натуральнее а на samsung и все оттенки уходят в розовый и как я не настраивал цветовую температуру все равно самс немножко уходит в розовый а sky wars of зеленый ну и тут же отмечу что на последнем очень мало настроек изображения помимо того что здесь нету половнялок движений и настроек черного тут нет и настройки отдельных цветов и оттенков и предустановленные режимы все-таки очень далеки от идеала было бы больше настроек возможно можно было бы выжать еще чуть больше качества ну а так по итогам шести наверное часового сравнения я сейчас кстати не преувеличиваю могу сказать что я добился почти такой же детальности в тенях как на старом самсунге засветы по углам тут вообще минимальная белый цвет лучше ну и градиенты плавнее нет таких грубых переходов так что скорее всего здесь не 8 битная матрица а 8 бит плюс frc ну а в остальном на 40 дюймовом full hd телевизоре десятилетней давности черный цвет куда лучше он не выгорает под углом не выцветает и такое ощущение что тут есть какое-то локальное затемнение плюс углы обзора благодаря IPS матрицы куда лучше на skywars даже при отклонении сантиметров на 10 от центра цвета уже теряют в контрастности и черный блеклет причем как по горизонтали так и по вертикали ну и при той же детальности в тенях картинка не выглядит такой плоской как на skywars хотя опять же мв и матрица должна была гарантировать нам обратно ну и так и не удалось мне этого передать через камеру но картинка на самсунге кажется чуть более натуральный плюс время отклика матрицы здесь меньше и картинка не так смазывается на динамичных моментов у skywars с этим есть проблема и в основном как раз из-за мв и матрицы так что футбол здесь вряд ли будет идеально смотреться но зато у последнего ощутимо ниже input lag грубо говоря задержка между вводом и отображением действий здесь меньше это заметно даже при движениях мышкой на рабочем столе ну и в играх на консоли само собой ну и по качеству чтобы подытожить могу сказать что чудо увы не произошло покупая большую 50 дюймовую 4k панель за 500 долларов вы не получите такого же качества как на современных а брендах так что бесплатный сыр сами знаете где но если все взвесить и здраво оценить свои финансовые возможности то начинаешь понимать что за 500 долларов при такой диагонали и 4k ну тяжеловато будет найти что-то явно получше но варианте там детскую комнату в офис или ну просто для человека не требовательного к качеству изображения этот телевизор я думаю прям будет ну выше крыши что касается 4k не знаю как но при заявленном разрешении 3840 на 2160 пикселей при подключении к компьютеру мне становится доступно разрешение 4096 на 2160 и в играх она кстати доступно тоже игры в 4k смотрятся конечно обалденно четкости детализация картинки тут просто супер даже на ps4 pro не говоря уже о топовых компьютеров что касается hdr многих наверняка интересует этот вопрос потому что где-то указано что телевизор поддерживает стандарт hdr 10 а где-то нет ну вот что нам говорит windows если подключить sky wars компьютеру и я бы рекомендовал вам думать именно так потому что если на коробке нет логотипа hdr и в меню настроек тоже ничего нет значит hdr здесь действительно нет да и тем более тут не локального затемнения нет ни показатели яркости не соответствуют требованиям hdr запуск hdr фильмов говорит нам о том же слева гарри поттер в 4k с hdr а справа без него и в full hd кстати разницы по детализации я особо и не заметил ну и под конец об основных минусах с которыми я успел столкнуться качество сборки тут естественно на среднем уровне также из 3 hdmi тут только один стандарта 2.0 который поддерживает сигнал 4k 60 герц остальные версии 1.4 но и юсб один тут версии 2.0 на 500 миллиампер а второй 3.0 на 900 миллиампер но ни один из них не увидел мой внешне жесткий диск на 3 терабайта только флешка печально потому что мой личный телевизор 2015 года выпуска этот диск легко читает еще из недостатков тут периодически рандомно отваливается вай фай и лечится это только полной перезагрузкой либо выключением быстрой загрузки в настройках про углы обзора я уже рассказал звук тут тоже стандартный твшный низкие частоты тут вообще отсутствуют как класс ну и по качеству картинки отмечу что ее нужно настраивать самому зато из положительных моментов это огромный функционал благодаря системе android и встроенному google ассистенту и хромкасту шустрый интерфейс тонкие рамки естественно ну и качество матрицы при таком бюджете я выделю все-таки в достоинство сейчас идет большая распродажа на площадке тимол и там такую модель можно выцепить за 29 тысяч рублей без скидок такая модель будет продаваться по 36 тысяч так что если кто-то надумал купить нечто подобное то сейчас самое время ссылка на супер цену будет естественно в описании что ж я постарался максимально подробно рассказать вам про этот телевизор и надеюсь кому-то помог определиться с выбором но если вдруг что-то забыл то спрашивайте в комментариях постараюсь ответить но взамен не забывайте оценивать это видео своим лайком или дизлайком для меня это очень важно ну а также подписывайтесь на канал не стесняйтесь ну и напишите обязательно в комментариях что вам больше всего понравилось и не понравилось в этом телевизоре ну и возможно кто-то из вас знает более достойные альтернативы за эти 29 тысяч рублей тоже обязательно делитесь в комментариях что что у меня на этом все всем спасибо за внимание и пока